Это знаковое событие не только для аграро-промышленников Республики Беларусь, но и всех стран, которые сегодня собрались здесь на выставке. Белорусская агропромышленная неделя является открытой. Мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты, продукты заданного качества. Это будут новые высокотехнологичные какие-то продукты, это будут совершенствовать технологии тех, которые уже есть. Поэтому только в науку и через науку мы будем вкладывать в более совершенные вещи. В этот непростой период пандемии, когда нарушались интеграционные связи, мы где-то теряли рынки, но мы выполнили все свои контракты, выполнили те объемы и смогли еще нарастить на 200 миллионов объем реализованной продукции. Поэтому сегодня в душе гордость за науку, гордость за промышленников и гордость за совместную работу с нашими коллегами из Российской Федерации, партнерами из других стран, что мы делаем общее дело. Обеспечиваем продовольственную безопасность наших стран и действительно к сельскому хозяйству относимся как к аграрному бизнесу, высокоэффективному, чтобы это действительно была эффективная работа на всех этапах цепочки получения продукции. Сейчас мы должны приходить к умным системам. Умное животноводство, умная ферма, вот умные поля, регулируемые поля или, так сказать, умное земледелие. И внедрять активную цифровизацию, цифровые технологии. Это не только требование времени, но это актуально, поскольку это будет снижать себестоимость производства, повышать качество продукции и улучшать сбыт продажи продукции. Это мороженое на основе мяса. Есть мороженое и фруктовое, и молочное. Но почему нет мясного? В мировой практике таких продуктов, в принципе, мы не встречали. Провели целый ряд экспериментов, получили интересный результат. Правда, немножко все-таки молока мы туда добавляем, молочных компонентов, чтобы получить сбалансированный интересный вкус. Вполне возможно, потом оно будет с какими-то еще овощными дополнениями. Вот надеемся, что потребителям будет интересно попробовать, испытать какой-то вкус. И, возможно, даже детям, которые так мясо не очень, может быть, любят, а когда им дашь мороженое, то они заодно получат вот это сбалансированное питание и с хорошим вкусом. Этот трактор, если взять «Беларусь-82», он давно выпускается. С 1975 года мы глубокую модернизацию провели его, и получился, в общем-то, совершенно новый трактор. Во-первых, установили глушитель по стойке кабины, который обеспечил меньшей шумовибрацию в кабине и улучшил обзорность. Здесь на этот трактор уже серийно устанавливается кондиционер. Новая стильная облицовка с новой светотехникой современной. Также установлены рабочие фары и фонари светодиодные, электроуправляемые, регулируемые зеркала заднего вида. Здесь привод переднего ведущего моста осуществляется не через механическую передачу, а гидроуправляемой фрикционной муфтой. Передний мост повышенной нагрузки с большими шинами, которые обеспечивают выполнение более тяжелых работ. Установлен двигатель более высокой экологической ступени Stage 2, а был Stage 0. Но для того, чтобы продавать на рынке Евразийского союза, там более высокие требования по экологии и безопасности. Вот этот трактор и соответствует всем этим требованиям. Продолжение следует...